большая часть россиян предпочитают войну просто не замечать делать вид что ее не существует что нет ежедневных ракет которые летят в сторону украины ракет артиллерии авиации которые каждый день уничтожают украинских граждан и украинские дома просто этого нет не вижу значит не было считают многие россияне однако война все больше и больше на них влияет да даже не на тех которые у которых есть мораль принцип который пытается что-то сделать что-то поменять и который очевидно в меньшинстве нет на тех кто верит телевизору или предпочитает просто не замечать происходящего цены растут лопаются трубы да и вообще война изрядно надоела она приносит только трупы и рост цен вот концу 2023 года количество россиян которые бы хотели немедленного завершения войны и вывода войск без условий и все ну прочие другие сценарии окончания войны которые не включают себя захват киева и победы россии количество таких россиян стало рекордно большим вообще усталость от войны термин который применяется и по отношению к западу и по отношению к самой украине в россии ничуть не меньше другое дело что на нее предпочитают не обращать внимание потому что якобы из-за того что россия диктатура там не важно есть усталость из-за войны или нет усталости из-за войны однако когда речь идет хоть об абсолютно формальной процедуре но тем не менее о выборах владимира путина когда речь идет о том что российскому государству необходимо постоянно пополнять собственные войска и с этим все больше и больше проблем когда речь идет о том что именно россияне это те люди которые воюют те люди которые поставляют на фронт снаряды те люди которые производят те или иные блага и те люди которые генерируют деньги чем больше усталость от войны среди россиян, чем больше недовольства, тем больше проблем возникает у российской диктатуры. И сегодня мы как раз поговорим с вами о том, могу ли я и издание Вёрстка, материал, который я буду цитировать, доказать, что эта усталость существует, что нам не привиделось, что действительно эта война на истощение истощает обе стороны, и что почему так важно не истощиться первее, чем другая, почему важно выдержать, выстоять этот натиск фашистского оккупационного российского режима, который пытается уничтожить Украину, и почему на самом деле у этого режима все не так радужно, как это рисуют российские пропагандисты. Неважно, находятся ли они в Кремле, в Останкино, или в изгнании, как какой-нибудь Алексей Арестович. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим, что происходит в головах россиян на цифрах, примерах и динамике опросов, которые стали доступны широкой общественности. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, подписывайтесь на него для того, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях, для того, чтобы и помочь продвинуть это видео, и поделиться вашим мнением. Ну, а также поддерживайте канал на Патреоне, ссылка будет в описании, и, кстати, поддерживайте издание Верстка, материал которого я буду цитировать, потому что действительно есть несколько медиа, которые появились с момента начала войны, которые очень, очень, на мой взгляд, полезные и правильные делают вещи, Верстка одной из них, и как раз, мне кажется, их нужно поддерживать, особенно недавно появившиеся команды, типа Верстки, типа Астры, потому что они работают очень усердно, а качество их материалов выше даже, чем у многих корифеев, собственно, на русском языке, всяких средств массовой информации на русском языке. Ну что ж, давайте тогда узнаем, как изменилось мнение россиян о войне к концу 2023 года, и почему все больше россиян хотят, чтобы она немедленно закончилась. К 2023 году доля россиян, поддерживающих вывод войск из Украины без достижения цели войны, впервые превысила процент противников такого решения. Граждане считают войну важнейшим и негативным обстоятельством своей жизни и хотят, чтобы она побыстрее закончилась. К такому выводу пришли не только независимые социологи, работающие для проектов хроники и лаборатория публичной социологии, но и люди, занимающиеся замерами общественного мнения для Кремля. Отсутствие массовой поддержки боевых действий наблюдают и другие исследователи от Z-блогеров до клинических психологов. Все они отмечают, протестовать ради прекращения войны россияне не готовы, а завершение ее ждут от Владимира Путина. Кремлевские политтехнологи накануне мартовских выборов президента этому запросу, похоже, стараются соответствовать. Желание закончить войну сейчас на пике. Возможно, будет переворот ультраправых не согласна. Придет после войны страх, что Украина придет к нам, как Наполеон до Москвы. Станет хуже, потому что санкции работают все сильнее и сильнее. Если война закончится в следующем году, то через два года начнется восстановление экономики. Дайте нам мир и все. Это не высказывание оппозиционных политиков или пишущих о войне журналистов, а цитаты далеких от мира медиа участников фокус-групп. Их фокус-группы. Осенью нынешнего года провели исследователи из Хроня к лаборатории публичной социологии и Экстремскан в четырех российских городах. Мы посмотрели, как люди в живом разговоре друг с другом выражают отношения к войне. Уже в декабре данные наших интервью и фокус-групп были дополнены новыми от наших этнографов-волонтеров. Они приезжали в разные регионы, деревни и города, в том числе и прифронтовые. Несколько недель жили там, интегрировались в местное сообщество и пытались понять, как люди переживают военное время в России. Вывод? Желание как можно скорее закончить войну сейчас на пике за все время с ее начала, а доля людей, поддерживающих эскалацию, падает, рассказывает Вёрсткий, следователь лаборатории, социолог Олег Журавлев. По его словам, это желание крепнет, несмотря на то, что люди свыклись с войной, и она живет вместе с ними. Журавлеву есть чем сравнивать. В самом начале войны мы увидели цифры массовых опросов о безоговорочной поддержке СВО и начали делать то, что обычно делаем – проводить качественные исследования, чтобы понять, что стоит за этими цифрами, объяснил он. Тут нужно небольшое пояснение. Качественные исследования называются так не потому, что они какие-то суперкачественные, хотя мы надеемся, что это было качественное, а потому, что это просто другой тип. Есть количественные, есть качественные. Количественные – это когда вот у вас, например, соцопрос, где нужно что-то выбрать, и вот вы собираете массив данных, там, не знаю, 66% россиян считают, что Земля вращается вокруг Солнца, и наоборот, 33% считают, что это не так. По-моему, это, кстати, реальные данные одного из годов вопроса. Это количественные. Качественные – это когда вы интервьюируете человека, но не по заготовленным там вопросам и вариантам ответа, а вот в таком, собственно, диалоге, пытаясь понять причины его ответов. Я, собственно, метод качественных интервью люблю больше, чем количественных, потому что они позволяют понять, откуда берется та или иная вещь, но минус – это как раз уменьшение выборки. Ну, то есть меньше людей вы так можете опросить, ну, просто чисто физически. В идеале всегда сочетание качественных и количественных методов. Итак, после этого небольшого дисклеймера, чтобы вы лучше понимали, как устроены вообще социологические исследования, продолжим. Весной 2022 года социологи, сотрудничающие с лабораторией, по собственным данным организации, провели около 200 глубинных интервью с людьми различных взглядов, а осенью и зимой прошлого года еще сотню интервью с лоялистами и сторонниками войны. Судя по отчетам, о фокус-группах, с которыми ознакомилась верстка, причины усталости от войны и у россиян в основном материальные. По их наблюдениям, экономическое положение страны ухудшается, а инфляция разгоняется. Цены растут, а реальный доход рушится, и очень многое, порой даже минимально важное ты себе позволить уже не можешь, выражал типичную оценку один из респондентов. Другой отмечал, что из-за повышения цен зарплата как бы не изменилась, но ощущается, что как будто бы изменилась. Кроме того, респонденты считают, что санкции работают и усиливаются, а успехов в импортозамещении, наоборот, не наблюдают. Но самое главное, они, пока идет война, не видят никакого будущего. Частотный ответ на вопрос о планах на будущее звучит примерно так. Планы зависят от войны, поэтому я далеко не планирую. Это не единичные мнения и цифры. По данным социологов из проекта Хроники, в октябре 2023 года доля россиян, желающих окончания войны без достижения ее целей, впервые превысила число сторонников ее продолжения. 40% респондентов против в 33. Доля тех, кто не поддержал бы вывод войск, последовательно падает. В феврале 2023 года их было 47%, в июле уже 39% отмечают в Хрониках. При этом 44% респондентов сообщают об ухудшении своего материального положения, а больше половины россиян, 52%, по данным Хроник, сталкивались с приступами тревоги. Последовательных ястребов войны среди респондентов всего 12%. Это люди, которые выступают против вывода войск без достижения целей СВО, а также выражают поддержку войне и считают правильным приоритет на расходовании бюджетных средств на армию. Этот телефонный опрос Хроники проводили 17-22 октября 2023 года в финальной выборке 1199 россиян, распределенных по социально-демографической и географической выборке, согласно данным Росстата. Динамика отношения к войне, которую отмечают Хроники и лаборатория публичной социологии, сочетаются с итогами социологических исследований, выполнявшихся в интересах администрации президента, которые также показывают падение поддержки войны гражданами и усиление их желания мира. Поддержка СВО более 60%, при этом за ее продолжение выступает уже меньше 50 опрошенных, а больше 30% высказывается за переход к мирным переговорам, говорит собеседник Верстке в одной из подконтрольных администрации президента организаций, занимающихся работой с общественным мнением. Ястребиное ядро он оценил примерно в 15%. Косвенно о том, что поддержка войны в России еще более маргинальна, говорят цифры декабрьского опроша компании Russian Field. На открытый вопрос, респондент не выбирает ответы из предложенных, а называет свой, о пожеланиях россиянам на 2024 год, 50% опрошенных ответили, что желают мира, мирного неба и окончания СВО. И лишь 6% пожелали согражданам победы. Источник утверждает, что тенденция известна администрации президента и меры принимаются. Если посмотреть на поведение Владимира Путина, пишет Верстка, то эти меры трудно не заметить. Российский президент и правда на публике старается не акцентировать внимание непосредственно на боевых действиях, как это было раньше. Даже 14 декабря во время итогов года, совмещенных ежегодных прямой линии и пресс-конференции, Путин рассказывал о событиях на фронте только в связи с судьбой мобилизованных. Президент заявил, что они отлично воюют и среди них есть 14 героев России. Но даже такое упоминание вызвало у целевой аудитории, родственников мобилизованных, возмущение. Ожидавшихся ими решения о возвращении бойцов домой они от Путина не услышали. В остальном, во время итогов года, глава государства упоминал Украину лишь в связи со национальным героем Бандерой и конфронтацией с Западом. Значимых публичных выступлений, основной темой которых были боевые действия в Украине, за последние месяцы у Путина было всего два. Первое – его официальное заявление о выдвижении в президенты, о котором 8 декабря Путина попросил герой Донбасса Артем Жога после церемонии награждения новых героев России. Оба участника диалога при этом говорили не о победе в войне, а о таком времени, когда Путин нужен новым территориям для их интеграции в мирную жизнь. Второй раз на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Но и там Путин говорил больше не о самой войне, а о геополитике. Даже в ходе мероприятий, напрямую связанных с военными, президент обращался к украинской теме далеко не всегда. Например, в середине декабря в Северодвинске он участвовал в торжественном поднятии флагов на новых атомных подлодках Северного флота и говорил на публику только об усилении российского подводного флота, а не о происходящем в Украине. По всей видимости, установки не упоминать ее были спущены из администрации президента и главам регионов. Те сразу после завершения мероприятия начали в своих телеграм-каналах выкладывать видеоролики с рассказом о том, как много важного они узнали из итогов года. Но даже милитаризованные главы Приморья Олег Кожемяка и Курганской области Вадим Шумков ничего не сказали об их действиях в Украине по итогам выступления Путина. Стали спокойнее российские телевизионные пропагандисты, рассказывает Вёрстке, их исследовательница, журналистка Мария Борзунова. По ее словам, настроение ни шагу назад по телевизору никуда не делалось, но стало гораздо более уверенным и спокойным, чем год назад. Этому, по мнению Борзуновой, способствовали события на фронте, не принесшие успеха украинское контрнаступление, а также появление в мире других конфликтов, которые оказались вовлечены союзники Украины. В первую очередь речь идет о терактах в Израиле и ответной операции израильской армии в секторе газа. Общее настроение, уверенность в том, что теперь-то мы додавим и обязательно победим. Ни про какие мирные переговоры с экрана никто не говорит. Наоборот, та же Маргарита Симоньян рассказывает о русском городе Одессе, отмечает Борзунова. Она добавляет, что к концу второго года войны перестала быть единственной темой не только для западных, но и для российских СМИ. Появляются другие процессы, которые в той или иной степени связаны с войной, но это не сама война. В этом смысле интересно будет посмотреть на развлекательный эфир. В прошлом году война проникла даже в него. Были непрямые призывы записываться добровольцам на фронт. Интересно вернуться они к своему обычному состоянию. На отрешенность граждан от войны особенно сильно жалуются Z-блогеры, то есть представители тех самых 12% граждан, выступающих за войну до победы, под которые чаще всего подразумевается как минимум захват Одессы, Харькова и Киева. Они против того, что называется новогодним настроением. Его быть с их точки зрения не должно, а вся страна должна работать только для праздника победы, рассказывает верстки, изучающий творчество российских блогеров Ястребов, писатель Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На западном фронте без перемен». Кстати, от себя тоже крайне рекомендую, как и Машу Борзунову в ютубе на нее подписывайтесь. По его словам, именно по постам этих блогеров особенно хорошо видно, насколько сильно россияне устали от войны. Они с самого начала жалуются на то, что денег нет, поддержки нет, мало волонтеров. В последнее время прямо-таки оскорбляются из-за этого и указывают, что русский народ их подвел, не жертвует, не умирает, не идет на фронт. Каждый раз, когда они понимают, что поддержка в лучшем случае маргинальна, что героев спецоперации на самом деле на родине бьют, унижают, не пускают в гостиницы, не пускают в бары, рестораны, они воспринимают это очень болезненно, объясняет Филиппов. Это не то чтобы какое-то повальное явление, но они о нем пишут так, будто это происходит постоянно. По его словам, изменилась и риторика самих зет-блогеров. Почти исчезли стратегические тексты. Они все реже пишут про планы и цели войны, потому что осознают, что сил на что-то большее, чем продвижение на несколько сот метров, нет. И мобилизации новой нет, и, похоже, не будет. Можно ли в этом увидеть усталость самих авторов от войны? При желании да, но я не готов это утверждать, говорит Филиппов. К концу 2023 года война в Украине однозначно перестала быть центральной темой для российских интернет-пользователей. По данным сервиса WorldStat Яндекс, за период с 24 ноября по 24 декабря российские пользователи в той или иной форме искали новость об СВО около 8,3 миллионов раз, а о войне в Украине чуть меньше 2 миллионов раз. Политиками россияне также интересовались слабо. По слову Путина оказалось 8,5 миллионов запросов, а по слову выборы 5,8 миллионов. Для сравнения, главный российский сериал «Слово пацана» россияне искали 92 миллиона раз, а на запрос цены поисковая система отвечала более 100 миллионов раз. Слабый интерес аудитории касается не только представителей власти. К примеру, попытавшиеся выдвинуться в президенты Екатерину Донцову по запросу Донцова искали лишь чуть менее полумиллиона раз. Она уступила запросу «Голая вечеринка», по которому пользователи искали информацию о скандальной тусовке со звездами, организованной в декабре блогером Анастасией Ивлеевой. Тут надо, конечно, отдельно отметить, что я здесь с оценками в верстке не согласен, потому что Екатерина Донцова, она, да, ну, очевидно, не столь популярная, как почти голова Анастасия Ивлеева, но она взялась из ниоткуда и довольно быстро начала агрегировать аудиторию. И довольно быстро к ней начал повышаться интересы, поэтому довольно быстро Кремль не допустил ее даже до сбора подписей, до официального большого сбора подписей. Также я подчеркну слова Маши Барсуновой, которая, видите, про телевизор не отмечает, что там переходит к не связанным с войной темам. Она говорит наоборот. Там все больше нарративов, там взять Одессу и прочее. И вот здесь бы я от себя отметил очень сильное различие между тем, что хотят россияне, между тем, что хочет Путин. И заострил бы на этом ваше внимание. Потому что россияне действительно устали от войны. Еще раз, не по моральным соображениям, а по финансовым. Или потому, что у них родственники на войне умирают. Однако власть и Владимир Путин останавливаться не собираются. И мы это прекрасно видим. Очевидно, что все разговоры о переговорах, которые периодически вкидывает российская власть, являются лишь способом выиграть время для того, чтобы пересобрать усилия и, значит, вновь атаковать еще больше. Более того, это действует еще на более превентивные позиции. То есть эти разговоры на самом деле нужны для того, чтобы ослабить помощь Запада Украине. Работает ли это? Частично, к сожалению, да. Поэтому да, россияне от войны устали, но Путин нет. Для Путина война стала смыслом жизни. И даже записывая новогодние обращения, где теперь сзади него нет солдат, что очевидно свидетельствует о том, что россияне устали от войны. Потому что Путину сказали, слушайте, не выступай. С солдатами Владимир Владимирович сказали его консультанты-политтехнологи. И он, в отличие от прошлого года, с ними не выступал. Но сразу после, на следующие дни он дважды встретился с российскими военными. Ему нравится война, он тащится. Ему нравится, что он Господь и Бог, повелевающий убивать. Поэтому Владимир Путин эту войну заканчивать не будет. Однако усталость людей в России от этой войны будет серьезно Владимиру Путину мешать. И чем больше это будет усталость, чем больше будет негативных последствий для россиян в их жизни, тем больше вероятность того, что это обернется, собственно, свержением самого Путина. Не обязательно через революцию, вовсе нет. Просто никто не придет на фронт или никто не будет, что называется, ковать оружие победы. Просто люди устали и не хотят принимать в этом участие. Люди хотят скорейшего завершения. И в этот момент те элиты вокруг Путина, которые этот запрос пожелают удовлетворить и публично выступят с таким предложением, получат поддержку людей. И следующий Евгений Пригожин, который пойдет на Кремль под лозунгом остановки войны, как раз сможет заручиться большим количеством симпатий среди мобилизованных, среди их родственников и среди остальных, по сути, извините за мой французский, за***вшихся россиян. Но что за ощущения у россиян? Они же не под бомбами, не под ракетами, по крайней мере, большая часть из них. Что, вот что у них, что, как именно характеризуется их состояние? Об этом тоже пишет Верстка. Давайте посмотрим их текст. Отношения к кандидатке в президенты Екатерине Дунцовой приводят в пример, чтобы описать эмоциональное состояние оппозиционно настроенной части российского общества и Полина Грундмане, создательница проекта психологической помощи Without Prejudice. Люди, которые обращаются к нам за психологической поддержкой, сейчас в таком состоянии, что их максимум – это присоединиться к какой-то группе, но при этом только к сильной, отметила Грундмане в разговоре с Версткой. Например, кандидатку в президенты Дунцову многие из тех, кто состоит в наших чатах. Поддержка захейтили, потому что она слабая в их глазах, им очень нужна сильная рука. Получается, оппозиционно настроенная аудитория, по сути, ничем не отличается от других групп, которым она как бы противостоит. Проект Without Prejudice поддерживает русскоговорящих людей, нуждающихся в личной или групповой терапии из-за войны в Украине. За 21 месяц работы психологи проекта провели 4415 часов консультаций, 1300 человек обратились к ним за индивидуальной кризисной помощи, все с признаками депрессивных состояний, а более 2000 человек за групповой психотерапией. Проект позиционирует себя как антивоенный, поэтому обращаются в него россияне, настроенные скептически к правительству России и не поддерживающие войну. Но в последнее время, по словам Полины Грундмане, они окончательно впали в апатию. При этом большинство из тех, с кем работают специалисты проекта, до войны практически не участвовали в политической жизни. Не ходили на протестные митинги, жили своей жизнью. После начала войны основной пик обращений пришелся на мобилизацию. В основном люди спрашивали, стоит ли ему езжать, как принять решения и взвесить риски, как понять, нужно ли бежать сейчас или успокоиться. После мобилизации у людей наступила апатия, описывает Грундмане эмоциональное колебание первого года войны. На второй год пик запросов пришелся на мятеж Пригожина, хотя перед ним был большой спад обращений. Во время мятежа личных кризисных обращений было меньше, но был всплеск активности в группах. У нас есть несколько десятков чатов по всем группам, которые проходили с начала проекта. Мы никогда их не удаляем, чтобы у людей всегда была возможность вернуться или хотя бы попросить помощи, объясняет Грундмане. Эти чаты проснулись, когда начал сам мятеж, и пока мятеж шел, люди готовились что-то делать и предпринимать. Мятежа не испугались, как допустим мобилизация. Никто не попросил помощи, чтобы снизить уровень личной тревоги. К мятежу отнеслись как к возможности координироваться со сторонниками. Но сейчас снова можно говорить о состоянии бессилия, апатии, нежелании что-то предпринимать самим. Фраза победы Украине со свободой России, которая не раз звучала от людей, обращавшихся к организации, можно расшифровывать, как мы хотим, чтобы победила Украина и своими руками нас освободила, говорит создательница проекта. Это, к сожалению, перекладывание ответственности. Сейчас им стало понятно, что контрнаступление Украины не достигло успехов, и все вокруг говорит, у Украины не получилось победить. Придется вам самим попробовать что-то сделать. И это людей не очень радует. Они не хотят ничего делать сами, константируют грунманы. Они находятся в таком состоянии бессилия, что сами мало на что готовы, даже волонтерить стали меньше. В 2022 году волонтерить и помогать беженцам было достаточно популярной стратегией для возвращения себе субъектности, говорит она. Среди участников проекта около 7-8% говорили, что таким способом они справляются с бессилием. Люди уходили в волонтерство, чтобы решить свои личные проблемы с виной, стыдомой, ответственностью. На второй год все уже просто хотят выжить сами, говорит собеседница Вёрстки. Сейчас, по нашим опросам, волонтерством занимаются примерно 2%. Усталость от войны и явное желание быть от нее подальше неожиданно работает на пользу власти больше, чем ей во вред. По словам источника Вёрстки, знакомого с собранными в декабре для Кремля социологическими данными, 80% россиян исключают для себя возможность участия в протестах и лишь 10% допускают для себя это. По поводу лояльности Путина есть разброс. Если брать интернет-аудиторию, то 65% заявляет о доверии к нему. Цифры классических опросов в зависимости от региона выше на 10-15%, рассказал он Вёрстки. Вторым политиком страны, при этом по его словам, является не кто-то из военных и даже не министр обороны Сергей Шойгу, а старательно избегающий прямых высказываний по украинскому вопросу премьер Михаил Мишустин. Его рейтинг поддержки 52% при 19% отрицательных оценок, добавил собеседник Вёрстки. Схожие цифры выдают и официально работающие в России социологические компании. Например, по данным ВЦИОМа, на 17 декабря Путин пользовался доверием 79,7% респондентов, при 62% у Мишустина и 40% у зампреда совбеза России Дмитрия Медведева. Шойгу в рейтинге ВЦИОМа нет вообще. У Левада-центра декабрьские цифры еще более «убедительные» в кавычках. Об одобрении деятельности Путина им заявили 83% опрошенных, при 14% думающих обратное, у Мишустина 69 на 22 соответственно. Насколько не военные эти цифры, можно понять в сравнении с Украиной. Там на декабрьской двухчасовой пресс-конференции Владимира Зеленского практически все вопросы были связаны либо с боевыми действиями, либо с их обеспечением. А в начале декабря, по данным украинских социологов из агентства «Рейтинг», Зеленский стал вторым по уровню доверия политикам страны с рейтингом в 72%. А самым популярным стал не кто-то из гражданских министров, а главком УСУ Валерий Залужный – 82%. Толь высокие рейтинги развязавшего войну российского президента и его премьера вовсе не означают отсутствие недовольства боевыми действиями. Просто моральное осуждение войны в обществе, хоть и сильно, но пока не переходит в антивоенную политическую позицию. Возможны исключения родственники мобилизованных, которые активно протестуют. Это новое движение, посмотрим, сможет ли оно повлиять на общественное настроение и политику, рассказывает Верстке социолог Журавлев. По его словам, на фокус-группы разделение этих двух сфер выглядит примерно так. Интервьюируемые готовы говорить об отдельных проблемах, вызванных войной – инфляции или, например, гибели наших парней. Но когда наш волонтер спрашивает, так может, не надо было и начинать, ему отвечают, что не надо, мол, тут либеральную пропаганду разводить. Они повторяют пропагандистский тезис о неизбежности войны и о том, что Россия защищается от Запада. Люди не возлагают вину за войну на Путина и Кремль. А сам Путин повторяет, что война – не выбор России, а выбор Запада, объясняет Журавлев. Судя по отчетам с фокус-групп лаборатории публичной социологии, именно с Путиным россияне связывают надежды на завершение конфликта. «Конейные приправы не меняют. Во время СВО менять президента. Вы меня простите, но человек пока держит ситуацию, пока еще нас не разбомбили», – говорил, например, один из респондентов. Другой утверждал, что кто заварил кашу, тот должен расхлебать ее до конца. А россияне уже потом всем скопом вынесут свой вердикт. Альтернатив Путину во главе государства они не видят, а мартовские выборы не считают каким-то важным событием, и в большинстве своем либо готовы голосовать за Путина, либо вовсе не планируют участвовать в голосовании. Если там будет один Путин, то смысл идти, задался вопросом один из респондентов. Сценарий исчезновения Путина с главенствующих ролей для опрошенных выглядит чем-то экстремальным, и связан он, например, со смертью Путина. Высокопоставленный источник вердки, близкий к администрации президента, говорит, что там убеждены. Изменить ситуацию могут хлебные бунты, которых не предвидится. Россияне ведь чемпионы по страху будущего и боязни перемен. Попробуй сменить классного руководителя или директора в школе. Скорее всего, нарвешься на противодействие. Пусть лучше этот неказистый, а то ведь непонятно, кто вместо придет. Что говорить об уровне президента? Тем более опыт нам подсказывает, что перемены в России происходят, когда совсем не в Магаду и в форме разрушительной бури. А это боязнь сейчас общая у руководства и общества, утверждает он. Профессор, руководитель программы «Политическая философия» Шаненко и Григорий Юдин считают, что такое отношение россиян к войне соответствует реальности. Общество выходит на политический протест не когда переполняется некая чаша терпения, а когда для этого появляется возможность. Сейчас ее нет. Любой адекватно оценивающий ситуацию в России человек скажет, что альтернативы Путину не просматриваются. Поэтому от него и ждут решения главной проблемы, то есть окончания войны, несмотря на то, что он ее и начал, объясняет он. Перемены в этой ситуации возможны только когда граждане увидят, что можно жить как-то по-другому, говорит Юдин. Когда альтернатива появится, это вопрос, на который сложно ответить. Но для меня очевидно, потенциал политической активности у российского общества очень велик. И как только появляется малейшая возможность, вокруг нее сразу начинается активность. Серьезная вероятность перемен может появиться, например, в результате внутреннего коллапса системы власти. Или в результате возрастания давления до такой степени, что внутри системы появится интерес к альтернативному предложению. Проблема не только в том, что сейчас нет такого давления, но и в том, что никакого альтернативного предложения пока никто не формулирует, заключил он. Сооснователь проекта Хроники Алексей Миняйло считает позитивной находкой, что активной поддержки войны в России, в обществе почти нет. Это значит, что Путину будет труднее извлекать для нее ресурсы из общества. Люди не верят в то, что это их война, поэтому больше людей будут уходить от налогов и воровать на военных закупках, мало людей хотят идти в армию сами, поэтому придется платить много денег за подписание контракта, а качество человеческого капитала сильно падает на войне. На фоне всех новостей о войне это хорошие новости, уверен он. Сусолог Журавлев полагает, что администрация президента находится сейчас на развилке. Кремль учитывает настроение россиян, а население как никогда раньше хочет прекращения войны. И Путину лучше выглядеть не как милитаризированному кандидату, начавшему войну, а как кандидату мира. При этом внешняя политическая обстановка никак не располагает к прекращению конфликта, а наоборот говорит о выросшей вероятности успеха российских властей, считает он. Интересно, как Кремль будет в этой ситуации балансировать. Впрочем, в Кремле, по всей видимости, проблемы будут решать выводом войны на периферию избирательной кампании. По словам двух источников верстки, близких к Госдуме и администрации президента, тематика войны не будет активно использоваться и во время кампании. Украину планируется связать темами о восстановлении новых территорий и налаживании там мирной жизни. Если, конечно, на фронте не случится каких-то резких неожиданностей, говорит один из них. Среди кандидатов в президенты не оказалось ни ярко выраженных и истребинах, ни отчетливо антивоенных кандидатов. Претендовавший на первую роль этот глава Миноборона ДНР Игорь Стрелков, как и претендовавшая на вторую журналистка Екатерина Донцова, не смогли добиться регистрации на выборы Центра избиркома. Усталость от войны, не веря в ее перспективы, проблема для Путина, ведь этим болеют все больше людей, в том числе и аполитичных. Если это ощущение беспросветности будет усуглубляться, или, например, появятся серьезные военные поражения, будет возможен всплеск протестного голосования, полагает политолог Абаз Галямов. Поэтому, по его мнению, штабу Путина нужно сделать войну лишь одной из тем, а сосредоточиться на мирном строительстве в жизни большой страны. Очень важно ему обозначить перспективу того, что это скоро закончится. Лучше всего через военные успехи. Если их нет, то намекать на возможность скорых переговоров и усталость врага, говорит Галямов. Им нужна атмосфера близящегося конца войны. Например, через возвращение довольных, счастливых и заработавших много денег, мобилизованных, заключает он. Что можно добавить к этой публикации? Мне кажется, там есть вещи оценочные, есть вещи фактологические. Мы можем зафиксировать факт снижения поддержки войны. То есть рост усталости россиян от войны. На это влияют материальные вещи, такие как снижение доходов, увеличение расходов и рост цен. И на это влияют нематериальные вещи, как отсутствие перспектив и четкого понимания, что будет дальше. Дальше уже есть оценки. Кто-то считает, что это не может никаким образом перерасти ни в какую угрозу для Кремля, а наоборот может и помогать, создавая апатию и безвыходность. А кто-то считает, что наоборот для Кремля это может стать проблемой. Как и с точки зрения того, что элиты могут задуматься над тем, что если сейчас большинство не поддерживает Путина, то почему бы не воспользоваться моментом для того, чтобы перехватить власть. Тот самый сценарий, когда элиты свергают Путина, при этом идут на мир с Украиной, идут на налаживание взаимоотношений с Западом и при этом, собственно, и сами остаются в выигрыше. Такой вариант более чем вероятен. И вообще, если бы надо было сделать ставку, честно говоря, я бы сделал ставку именно на него. Тем более, что минувшем летом мы уже увидели, как колонны вагнеровцев едут к Москве, захватив два российских города. В любом случае, можно отметить, что усталость от войны, она у всех усталость, у Украины, у Запада, у России. Только вот у Украины вопрос усталости от войны не стоит. Ну как, он стоит, он серьезный, он создает много проблем, но Украина не может устать от войны, потому что от того, как Украина борется и сопротивляется, зависит жизнь Украины, жизнь украинцев. Мы видели Бучу, Ирпене и многое другое. Россия уничтожает Украину. Задача Путина – подчинить и уничтожить Украину. Население Украины, идентичность Украины, культура Украины, города Украины. Запад тоже устать не может. Ну, то есть, по той причине, что от этого зависит его авторитет и вообще дальнейшие расклады. Америка, например, сейчас стремительно свой авторитет теряет. Республиканцы сливают авторитет этой страны в унитаз. Прямо сейчас, в онлайн-режиме. Мы за этим наблюдаем. Это чудовищная катастрофа, на самом деле, которая очень сильно аукнется в будущем. Но европейские страны пока не готовы терять возможность сохранять текущий миропорядок, который гарантирует безопасность и отсутствие войны непосредственно в Европе. Именно поэтому усталость от войны в России – это, на самом деле, гораздо более значимый фактор, чем может показаться. Потому что на этом завязано все. Когда страна напала и когда от нападения страны не зависит ее выживаемость, война в России не оборонительная, Россия атакует, тогда нежелание людей идти на фронт или воевать, находясь на самом фронте, или производить боеприпасы, поддерживать власть и прочее, может привести к очень резким переменам. Иногда относительно мирным, а иногда к масштабной революции. Какие именно сценарии возможны, я в этом, по крайней мере, видео рисовать не буду. Тем не менее, я надеюсь, что удалось продемонстрировать, что россияне все меньше и меньше настроены на то, чтобы эта война продолжала существовать. Это не значит, что они решительно настроены ее прекратить, но мы видим очевидную тенденцию. Поэтому меньше верьте российской пропаганде, где бы она ни была спрятана под видом модных молодежных блогеров или якобы оппозиционного бывшего кандидата в президенты Ксении Анатольевны Собчак в устах бывших сотрудников Офиса Президента Украины или консультантов, как там у него называлась должность, или в западной прессе, куда тоже сливается дезинфа в большом количестве. Ну а с вами был Майкл Наки, не забывайте поддерживать видео и до скорых встреч, всего доброго, пока! Субтитры создавал DimaTorzok